Книга «Открытым оком» том 12 вопрос 2713. Тема грех. Почему верующие зазирают танцы и музыку? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Что до танцев, то так и есть. А вот о музыке сложнее. Тут нужно еще разобраться, что за музыка. От хорошей и божественной не отрекаемся и готовы пользоваться ею. Танцы, музыка и музыкальные инструменты. Музыка есть разговор души с Богом. Образа говорят любители, знатоки и специалисты музыки. Танцы есть воплощение музыки, говорят поклонники и специалисты танцев. Еще говорят поклонники всяких специалистов. Глупы те положения и мысли о музыке и танцах, которые высказываются не специалистами в этих вещах. Я представляю себе человека, который разобрался во всех этих положениях отдельно и согласился с ними. И еще представляю себе его логические выводы, которым он пришел, когда стал все эти положения связывать между собой. Музыка есть разговор души с Богом, думает он. А танцы есть воплощение музыки. Значит, танцы есть воплощение разговора души с Богом. Но что же дальше? Дальше я рассуждать не могу, говорит он себе. Я должен принять на веру суждения специалистов, потому что только они могут высказывать разумные суждения о музыке и танцах. А все мои суждения будут глупы, потому что я не специалист ни в том, ни в другом. Вы, конечно, понимаете, что такой исход попытки составить свое собственное суждение о танцах и о музыке должен быть очень желателен для специалистов, потому что тогда решение вопроса всецело будет отдано в их руки. А мы, профаны, должны будем покорно принять их мнение на веру без возражений. Но мне, однако, хоть и профану с такой участью не иметь своего суждения о музыке и танцах только потому, что я ведь не специалист, не хочется примириться. И я думаю, что в этом со мной согласятся. Поклонники специалистов отказываются иметь свое суждение только потому, что боятся ошибочности. Но тут дело идет не о деталях и изложении каких-нибудь правил музыки и танцев, где нужны специалисты, а о цели и значении этих предметов для человека. Ведь очень часто даже в учебниках перед изложением какого-нибудь предмета ему предпосылается предисловие, которое объясняет цель предмета и его значение. Таким образом, интересующиеся им, прежде чем изучать его, знакомиться с его целью и значением гораздо раньше, не зная самого предмета, они уже имеют достаточно обоснованное безошибочное суждение о нем. То же самое можно сказать о танцах и о музыке. Вот и мы постараемся, прежде всего, уяснить себе ту цель, которую преследуют танцы и что они дают людям. И мы увидим, допустимы, приемлемы ли они или нет. Ничто, конечно, не будет, никто, конечно, не будет спорить с тем, что человек, что бы ни делал, все это делает только потому, что дело это ему приносит или пользу, или просто доставляет ему удовольствие, или вообще удовлетворяет его желание. Что же такое дают танцы танцующим? Скажут, пользу это им, конечно, никакой не приносит, но это доставляет молодым людям большое удовольствие. Значит, цель танцев – удовольствие. Какого же сорта это удовольствие? Но об этом дальше. Защитники танцев еще обыкновенно говорят, когда человек переживает какое-нибудь настроение, вызванное в нем музыкой или еще чем-нибудь, то почти всегда при этом он чувствует желание воплотить возникшее настроение в каком-нибудь движении, жести, положении своего организма, выражении лица, глаз. А это стремление движением выразить свою душу и есть уже начало танца. Танцы – это более или менее упорядоченное, утонченное движение, выражающее известное настроение, известное состояние души. Выражать же состояние души движениями и жестами не только непредосудительно, но даже похвально. Соответствующие настроению жесты и движения всегда дают возможность глубже чувствовать самое настроение. В танцах есть даже очень много общего с религиозными обрядами. Религиозные обряды тоже имеют цель выражать состояние души посредством различных действий, движений, положений тела, коленопреклонений и так далее. А вот религиозные люди почему-то всегда отрицают танцы, хотя ни одна церковь, ни одна религия не отрицают обряды, а также культивирование обрядов. У святых отцов можно много найти, подобно следующему наставлению. Если ты молишься Богу, то и руки твои в знак покорности. Ему должны быть крестообразно сложены на груди, и глаза твои с упованием и надеждой должны быть подняты к небу или к образу Божию. Это уже есть высшее выражение внутреннего настроения. Да все религиозные обряды в сущности есть не что иное, как выражение движениями, жестами внутреннего настроения, внутренних переживаний и мыслей человека. Значит, религия признает то начало, из которого произошли обряды, но ведь из него же произошли и танцы. Если религия будет оставаться последовательной, то она не должна отрицать и осуждать танцы. Танцы есть только обработанное, культивированное выражение внутренних настроений и переживаний человека. Это же самое, что и обряды. Все это скажут защитники танцев. Они были бы вполне логичны и мы ничего не могли бы возразить им, если бы они еще сказали нам и доказали, что те настроения и переживания, которые выражаются при танцах, непредосудительны, возвышены, хороши, благородны. А вот в этом-то и вся суть. Какие настроения и состояния души выражаются танцами? Уже достаточно одного того сказать, что мужчины желают и находят приятным танцевать и танцуют только с женщинами, а женщин наоборот только с мужчинами, чтобы судить о тех настроениях и чувствах, которые выражаются танцами. Насколько они возвышены, нравственны и хороши, ясно, что танцы это и есть смакование чувственности, длительный тонкий разврат, которому люди отдаются сознательно, чтобы возможно дольше щекать свое половое чувство. Недаром говорят, что посетителями балета, танцев бывают больше всего дети, которые вообще любят всякое прыганье, беганье, еще лучше неупорядоченное. Яркие сказочные костюмы и декорации или лысые холостяки, которым очень удобно при этом мечтать о былой молодости, смаковать в воображении сладострастные картины, намеки на которые они видят перед собой. Вся суть таким образом заключается не в способе выражения, как и чем выражается внутренняя жизнь человека, а в том, что же он испытывает в это время, какая у него эта внутренняя жизнь, какое состояние души, какое чувство, высокое или низменное. Нельзя, правда, спорить с тем, что религиозные обряды похожи на танцы именно в том, что как те, так и другие служат для выражения состояния души. Но огромная разница, как мы видим, есть и должна всегда быть в тех настроениях, какие человек испытывает в религиозных обрядах и какие при танцах. Так что это сходство не только не оправдывает танцев, а оно-то еще больше и указывает на их отрицательное значение. Религиозные обряды есть обряды религии Бога, а танцы, если тоже обряды, то не обряды ли религии сатаны? Их характерной чертой, вернее, должно быть не воплощение музыки, как того хотят любители танцев, а воплощение разврата. Вот почему религиозные люди и отрицают всегда танцы к оглумлению над религией, над стремлением к целомудрию. Но, может быть, я ошибаюсь, когда называю танцы смакованием чувственности. Может быть, у меня преувеличенная подозрительность на этот счет, вытекающая из низменного мнения о людях. Когда я говорил о защите комитанцев, я прямо предлагал им вопрос, одинаково ли, говорю по-вашему, важно танцевать мужчинам с мужчинами? А женщинам с женщинами мне отвечали, во всем должна быть гармония. А любители танцев, как те добросовестно говорили, что мужчинам с мужчинами, а женщинам с женщинами нет смысла, неинтересно танцевать. Но позвольте, это уже уклонение от прямого ответа одних и откровенное подтверждение моей мысли вторыми. Очевидно, ответ должен быть такой, важно, должно быть одинаково, но на деле для танцующих приятнее, важнее, если танцы исполняются мужчиной и женщиной, разными людьми разных полов. Таким образом, выходит, дело не в выражении хорошего, чистого, невинного настроения, которое, может быть, и хотят видеть в танцах теоретики, а в чем-то другом. Я говорю, что с этой неопределенностью просто хотят прикрыть низшие животные чувства, которых, если не будет, то нет смысла и танцевать. Мнение это подтверждается еще тем, что защитники танцев называют культивированием их. Это культивирование танцев началось еще должно быть очень давно, потому что у нас на Руси и то уже 200 лет тому назад было сделано стильственное во дворе Непетром Первого танцев, ассамблеи и прочих немецких глупостей. Началось с давних времен и продолжалось до последнего времени. И к чему же оно привело? Это явилось результатом этого продолжительного усовершенствования, перенимания одних народов и других. Результатом явились танцы, как у ок и танго. Последний танец это, говорят, открытая имитация полового акта. Если уже таким явлением завершилось долголетнее усовершенствование, если уже с таким ароматом цветок развернулся, если уже последнее слово танцев, разврат, это, конечно, и раньше вся сердцевина, и во всех других танцах была и есть та же самая, той же закваской, только может быть не в таком обнаженном виде. После этого я уже окончательно не могу сомневаться в том, для чего танцуют, какие настроения переживают при этом, и не могу вкладывать в смысл содержания танцев что-то возвышенное, облагораживающее, чистое. Это было бы закрыванием глаз на действительность, или вернее, извращением действительности. И я говорю, что танцы есть в воплощении разврата. Самый большой, самый ужасный разврат, это разврат утонченный, длительный, когда человек смакует свою чувственность. И ничто, конечно, не способствует больше такому разврату, как танцы. Другого взгляда на танцы у христиан, по-моему, не может быть, потому что Христос требовал от человека стремления к целомудрию, а не к исполнению похоти плоти. Но ведь понятия современного интеллигентного человека во многом ушли от первоначальных христианских идеалов, и часто делают большие скачки в обратную от них сторону, и странно вот что. Считается, например, неприличным, если даже отец войдет в комнату взрослой дочери, увидит ее не то что раздетую, а просто немного не докончившую из своего туалета. И тот же самый отец будет очень огорчен, если на балу его дочь с полуобнаженной груди и с плечами не будут мужчины всех сортов приглашать танцевать, не будут внимательно и страстно смотреть на ее тело, не будут касаться ее талии, кружиться с нею, прижимаясь вплотную к ее выпуклой и туго обтянутой тонкой материей груди. И были в жизни случаи, когда разгоряченные танцами молодые люди, даже незнакомые до того друг другу, завершали танец на этом же балу в укромном уголке, половым актом, логическим завершением танцев. Теперь о музыке. Так как музыка имеет целью тоже выражать только не движениями, а звуками настроения и состояния души человека, то и к нее может быть приложено то же суждение, что и к танцам. Если музыка выражает состояние души молитвенное, доброе, возвышенное, радостное, умилительное, то такую музыку я не знаю, можно ли отрицать, как это делают многие из нас старообрядцев. Не заглушаем ли, не отбрасываем ли мы от себя этим самым отрицанием музыки? Один из очень важных факторов или способов размягчить свою черствую душу, сделать ее способную переживать хорошее чувство, искоренить из нее жестокость и зло, облагородить себя. Никто не будет спорить, что сладкие звуки хорошей, благородной музыки действительно делают все это. Они сильно действуют на человека в сторону углубления, переживания, им известного настроения, известного чувства. Они делают его нежнее, заставляют его лучше чувствовать восторг, радость, умиление, сострадание, тоску по отсутствующему идеалу и тому подобное. Это чувства добрые, облагораживающие человека, в них нет ничего похожего на то, что должны испылить мужчина и женщина, когда они танцуют, прикасаются, прижимаются друг к другу, обнимают и делают движения, имитирующие животный акт. Правда, есть и музыка такого сорта, и даже в большинстве случаев разжигающие дурные страсти. Но из-за того, что в музыке доброе, хорошее, перемешивалось с плохим, отрицать принципиально все нельзя. Нельзя отрицать разговор, язык только потому, что есть люди, злопотреблявшие им и говорящие одно дурное. На этом мне скажут, что по этому и танцы все нельзя отрицать, если, например, в них нет дурного содержания. Но об этом я уже говорил. Нет танцев, которые исполнялись бы одними мужчинами или одними женщинами. О балете я сейчас не говорю. Там костюмы и сладострастные часто до цинизма движения составляют отрицательное качество. А раз они исполняются людьми разных полов, нет гарантии от возникновения дурных мыслей и чувств. Напротив, все эти движения касание долгое ощущение близости декансированной женщины или мужчины должно в конце концов и у вас будет дурное животное чувство. Таким образом, никакие танцы в нравственном отношении не могут быть безразличны, непреддосудительны. Все они систематично и незаметно будут тягивать человека в тину половой чувственности, в разрад. Какое бы теоретическое содержание в них не вкладывали, не то в музыки. Правда, очень часто и музыка носит развращающий характер, но если даже авторам, композиторам в музыку внесено намеренно дурное содержание, то слушатель все-таки почти никогда не поймет целиком его дурную мысль. И всегда толкование, впечатление его от пьесы будет клониться в ту сторону, куда он сам имеет тенденцию принадлежать хорошему или дурному. Этим я хочу сказать, что музыка имеет свойство давать слушателю свободу, он вкладывает в нее содержание сам, а это всегда зависит от его нравственного состояния вообще, каково оно у него помимо музыки. Так что в музыке и дурные начала, если только они попадут, встретятся, могут быть бессознательно повернуты в обратную сторону личностью слушателя, а значит дурное намерение автора будет парализовано. Есть и пение полезное и святое, а есть и есть развратное. Так неужели за последнего следует целиком отрицать и пение? В прологе рассказывается про романа певца. Звуки его песен были приятные, сладкие, не только для людей, но и для животных, которых он пас. Они бросали ей вкусную и сочную траву, останавливались и молча слушали, погрузившись во что-то более высокое, чем еда, бывшая перед ними. Итак, не любить и отрицать красивое пение, хорошую, чистую музыку, это значит не любить и отрицать то, что облагораживает человека, что делает его исчерстного, сухого, глубоко чувствующим. Несколько слов о музыкальных инструментах. Мы не отрицаем пение, то есть выражение голоса своих чувств, душевного настроения. Сочетая несколько различных голосов при одинаковой или в различной высоте их и одинаковых, и в различных тонах, можно получить гармоничное сочетание голосов. А это гармоничное сочетание голосов и переходы его из одного сочетания в другое будут уже музыкой. Мы не отрицаем музыку. И что же такое музыкальный инструмент? А что же такое музыкальные инструменты? Музыкальные инструменты это приспособления, посредством которых получают музыкальные звуки помимо человеческого голоса. Благодаря музыкальным инструментам можно получить иногда звуки выше, чище, нежнее, изящнее, сильнее и тому подобное, чем звуки человеческого голоса. С этими звуками иногда удобнее бывает делать или быстрые переходы из одного тона в другой, или скорее можно получать более правильное, желаемое сочетание их и тому подобное. А благодаря этому упрощается и передача самого настроения человеческой души звуками. Так как мы не отрицаем передачи настроения голосом, не отрицаем музыки, то, конечно, логически мы не должны отрицать и наиболее упрощенный, наиболее усовершенствованный способ передачи настроения звуками. То есть посредством музыкальных инструментов. Что же может быть предосудительного в том, что нужные нам звуки мы производим или голосом, или извлекаем их из струн скрипки, вилончели, рояли, пианино и тому подобное. Особенно это допустимо и желательно в том случае, когда это представляет какие-либо удобства, обречает какую-нибудь задачу в области музыки. Я разумею обучение пению и спевки. При обучении пению скрипка или физгармония могут быть незаменимым пособием. Но однако у нас, старообрядцы, многие учителя пения отказываются пользоваться ими только потому, что против музыкальных инструментов многие имеют какое-то предупреждение, я бы сказал, ни в чем не основанное, ни на чем не основанное. Кроме как на боязни всякого новшества, каково бы оно ни было. Точно так же при спевках скрипка могла бы во многом пособить и облегчить работу регента. Он мог бы скорее и вернее достигнуть своей цели и успеха при ее содействии. Ведь пользуются же наши учителя пений и аукасской и не считают это предосудительным. Хотя этот предмет пособия тоже посторонние. Почему же камертон, скрипка и другие предметы не могут быть пособиями при изучении пения? Свои соображения о танцах, музыке и музыкальных инструментах я высказал здесь, конечно, не за тем, чтобы кому-нибудь навязывать их, а только за тем, чтобы поделиться мнением, которое я пока считаю справедливым. Если бы мне кто-нибудь захотел указать какие-либо неправильности в моем взгляде или вообще что-нибудь неприемлемое, благодаря какому-то упущению с моей стороны, я ответил бы мне, то я был бы очень рад и благодарен этим лицам. Свой взгляд я охотно готов переменить, увидев более правильное осуждение. С. Смирнов С. Т. Мысль Статья, наверное, мысль 1915 года С. 628-39 2 Царств 6.15 А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на сестрах, и на кимвалах. 1 Паральпиминон 23.5 И четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления. Исайя 22.24 И будет висеть на нем вся слава дома отца, его детей и внуков, всей домашней утвари, до последних музыкальных орудий. Амос 6.5 7.6 8.6 10.7 10.4 11.8 11.8 11.1 14.1 14.1 14.1 15.1 14.1 Так участь незавидна у героев, когда на первом месте не создатель, завистник враг, ров с мокротой нароет, от жажды сгинешь в них воды ни капли. Пусть лучше буду серым и невзрачным, своим трудом пятерки добываю, ни пьяницы на маковке у мачты, ни в пролежнях от лени на диване, каким я стал при встрече с Иисусом. Себе его сумел отобразить в желаниях доброты и состраданием чувства, ни тунеядец я, ни вор, ни паразит, и по утрам, когда еще темно, пред зеркалом писания одеваюсь, дабы с накачанными мускулами днем не забрести в разброды катавасии из множества бесчетных вариантов. В молитве дух святой мне путь укажет, талант один в божественной огранке, так и заблещет и в корону ляжет. Без примирения с Богом сгинул бы безвестно, ни красота, ни сила, ни знания не помогут. Вошел я в церковь, а она невеста у Его высущего, у самого, у Бога. 3 апреля 2005 года. Игнатий Лапкин.